Мы научились сеять, убирать, растить, а вот дисциплина порой губит все. Не будет дисциплины, толку не будет. Не надо сегодня кричать и стонать и рыдать, ах, рынок все отрегулирует. Ничего не отрегулировал за четверть века. Нужна дисциплина. У нас нет шальных денег, у нас, когда мы спим, труба не работает, ни нефтяная, ни газовая. Деньги не капают на счета. Нам надо своими руками все делать. Поэтому можно было где-то махнуть рукой, плюнуть на что-то, а рынок вытянет, если бы рядом лежал огромный мешок денег, шальных денег. Цены на нефть поднялись в два раза, в два раза больше денег. На природный газ следом за нефтью потянулись цены. Деньги есть. У нас этого нет. Поэтому человеческий фактор. А в этом человеческом факторе главная дисциплина. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Должна быть система, четкая требовательность к людям. Люди должны знать, что делать и контролировать. Когда держишь под контролем, вопросы решаются. Чуть упустил из-под контроля, дал слабину. Некоторые думают, что можно и не делать. Надо приспосабливаться тому кадровому потенциалу специалистов, который имеем. Не надо все время стонать и рыдать, что не хватает специалистов. И обратите основное внимание на те хозяйства, которые сегодня слабенькие. Их в районе из 12, в основном 12-15 хозяйств. Три-четыре, не больше. Остальные нормально работают. Они не ставят вопросы по специалистам, ветврачам, зоотехникам или агрономам. А вот на три-четыре хозяйства сделайте упор. То есть надо маневрировать, надо приспосабливаться к ситуации. И не лезьте в вопросы, которые и без вас можно решить. Приезжайте в хорошее хозяйство для того, чтобы душой, как я говорю, отдохнуть. Не мешайте им работать.